К утру соревновательного дня и так не самая комфортная погода окончательно испортилась. Пошел мелкий нудный дождь с сильными порывами северного ветра. Так что на торжественное открытие участники соревнований вышли несколько съежившись. Но пламенное приветствие главного судьи сразу повысило градус их настроения. Среди более 30 участников команды из Волгограда, Волжского, Москвы, Урска, Рязани. Все они внимательно слушают напутственные речи и важную информацию о распорядке соревновательного дня, напоминании об основных правилах проведения турнира, инструктаж по технике безопасности. Но самое главное ждут жеребьевки. По правилам этих соревнований речная экватория разбита на отдельные пронумерованные участки. Каждой команде достанется тот участок, номер которого она вытащит. Капитан и команд по очереди подходят к судьям за своим жеребием. Кто-то уже хорошо знает акватории и радуется удаче, а для кого-то вытянутый участок как кот в мешке. Ну вот и все, каждая команда обрела свою долю, теперь нужно готовиться к старту. Однако самые дотошные продолжают пытать организаторов дополнительными вопросами. Да, лучше все, что непонятно выяснить сейчас, иначе по ходу соревнований могут быть неприятные сюрпризы. Но время поджимает, скоро старт и нужно одевать костюмы и готовить снаряжение. Пока спортсмены собираются, у нас есть возможность поближе познакомиться с различными образцами оборудования для подводной охоты, подсмотреть что-то для себя любопытное и полезное. Например, особенности грузовой системы. Есть буйончик, на буйончике есть карабинчик, есть жилеточка, у которой карманчики и такой же груз сюда вставлен. Почувствовал, глубину нужно изменить. Повесил на карабинчик один, если надо, повесил второй там побольше. Сюда не вмещается, есть карабинчик побольше, другой. То есть взяли, одели. Все лишнее сгрузили. Нужно поближе к поверхности отгрузились заново. Или кукана. Также свободненько все вытаскивается. Легкое движение. Причем, обратите внимание, у винограда чуть иначе сделано. У него штыречек. Здесь сделана выемка, полностью сделана плоскость, что не позволяет ему сваливаться влево-вправо. Здесь небольшой фиксатор. Здесь выемка. Вот. Вставляем. Здесь она обнимает вот эту вот проточку внутри. И то есть практически фиксируется. То есть, ну это все ручная работа, чуть-чуть доработанный виноградовский вариант. Вот. Заходим. Все. Она ее обняла. Приподняли. А вот еще один вариант. Берешь так вот раз, и все. Вот. И мертво. Да. Еще съемный наконечник, на всякий случай. Ко всему прочему. Запасной. Запасной, и все. Вот. То есть, а если надо, там рыбу там можно завязать, как угодно. Будем надеяться, что по окончании соревнований на куканах наших рассказчиков окажется зачетная рыба. А пока им еще надо пройти техническую комиссию и расписаться за инструктаж по технике безопасности. У каждого спортсмена должен быть буйок, нож и быстроразъемные пряжки грузового пояса или жилета. Без всего этого на акватории судьи его не выпустят. Проверка закончена. Пора выдвигаться к берегу на точку старта. Там участников уже ждут лодки по одной на каждую команду. Они будут развозить спортсменов по участкам и обеспечивать их безопасность. На берегу особенно чувствуется приличный ветер, уже разогнавший прибойную волну. Да и моросящий дождик не придает веселого настроения. Ждать старта холоднова, многие участники одели непродуваемые штаны и куртки, которые особенно пригодятся при быстрой езде под мотором. Кроме лодок сопровождения на акватории обязательно будут курсировать спасатели МЧС, ГИМС и судейский катер. Все должно быть под контролем, да и помощь может понадобиться в любой момент. Для многих иногородних участников соревнований акватории абсолютно незнакомы и самое время расспросить бывалых местных водителей катеров об особенностях участка, на котором предстоит охотиться. Все команды уже на берегу и спортсмены в нетерпении переминаются около своих лодок. Уже хочется в воду. Наконец звучит команда главного судьи. Участники спешно грузятся в катера и нам остается лишь пожелать командам большой удачи. Теперь им предстоит пять часов провести на акватории в очень непростых условиях. На многих участках спортсменов встречает очень сильное течение. На течении, да еще в ледяной воде, у ныряльщика здорово падает задержка дыхания. Тем более, что плавать приходится в толстых костюмах, в основном толщиной 9 миллиметров. Здесь нужно почаще отдыхать у берега, там где течение слабое. Но все равно течение быстро проносит спортсменов вдоль интересных мест до самой границы акватории. И приходится возвращаться обратно по берегу, чтобы обследовать свой участок еще и еще раз. По положению, открытый чемпионат Волгограда соревнования лично командные. То есть первенство разыгрывается как в личном, так и в командном зачете. Так что работать нужно не только на себя, но и на свою команду. Нашел интересное место? Покажи товарищу. Тем более, что в зачет от одного участника идет только две рыбы одного вида. Это хорошо еще и потому, что ограничивает спортсменов добычи рыбы. Подстрелил ты, к примеру, двух карасей, и дальше уже будешь искать карася размером побольше, чем те, что уже висят на кукане. Соревнования соревнованиями, но рыбу тоже нужно беречь, не стрелять все подряд. Для стрельбы рыбы большинство здесь, конечно, используют пневматические ружья. На таком течении, да еще в корягах, управляться удобнее с пневматом, чем с арбалетом такой же мощности, но большей длины. Ну и понятно, что без катушки в таких условиях тоже не обойтись. Когда наблюдаешь, как люди ныряют при дожде и ветре в ледяную воду, как-то становится не по себе. Однако подводные охотники, народ привычный, с водой, можно сказать, сроднились. Тем более, что мерзнуть и скучать на таком течении некогда. Особенно, когда первая удача уже улыбнулась. Как появляется рыба, сразу забываешь и о холоде, и об усталости. К сожалению, не всем командам везет с хорошими местами и уловом, а у кого-то и мастерства пока маловато. Так что некоторые участники возвращаются с акваторий раньше времени финиша. И грустные, и без рыбы. Но не будем торопиться. Главное качество хорошего подводного охотника – это упорство. Ну, вот и первые спортсмены с уловом. Сейчас увидим, чем они порадуют себя и судей на взвешивании. Так, налим, щука, окунь. Не самые, конечно, гигантские экземпляры, но вполне достойные для сегодняшних условий охоты. Дело пошло. Вот и еще одна команда с добычей. Очень неплохими налимами. Постепенно подтягиваются и сдают добычу остальные. Налимы, судаки, караси, щуки, лещи, окуни. Рыбы даже больше, чем мы ожидали. Уже можно сказать, что соревнования удались. Добывшие рыбу с удовольствием делятся впечатлениями от охоты. Мы приехали из Рязани. Наша команда называется «Поток». Занимаемся, я лично занимаюсь уже три года подводной охотой. Вот на Волге мы в первый раз. В общем-то, для нас немножко эта акватория незнакомая. В последний момент мы только рыбу нашли. По корягам мы прошли, течение большое. Коряги красивые, конечно, даже очень красивые. Рыбы там не было. Рыбу нашли за косой, в затишье и в ямах. Небольшие ямы совсем были. На нашей... Там у нас глубин таких больших не было, в общем-то. Караси были. Вот. Леща я не видел. Этих я видел, как Налимов. Налимов видел, вот как банки такие за этим, за косом. Прозрачность по сравнению с Рязани – шедевр. Вот. Так что это... Мы, в общем, еще будем приезжать. А вот самая оригинальная добыча. Минога, пойманная командой из Курска. Многие видят впервые такое чудо-юдо. Минога, конечно, в зачет не пойдет, маловато. Остальную рыбу нужно взвесить. Взвешивание – самая ответственная процедура на соревнованиях. Она традиционно собирает вокруг весов и спортсменов, и судей, и болельщиков. Важен каждый грамм. А вдруг именно его и не хватит для победы. Но по условиям этих соревнований минимальный зачетный вес для сданной рыбы достаточно большой. Все-таки волга. Сом, сазан, толстолобик, белый амур принимаются судейской коллегией от 4 килограммов веса. Но их, к сожалению, так никто и не добыл. А остальная, конечно, разрешенная правилами рыболовства квылового рыба, такая как лещ, окунь, карась, судак, ясь, щука, налим, ну и другая, засчитывается от одного килограмма. Ну и не забываем про основное правило. Только две рыбы одного вида от каждого спортсмена принесут ему зачетные очки. Очки, собственно, считаются очень просто. Одно очко за каждый грамм рыбьего веса. Ну вот, наконец, вся рыба взвешена, и теперь секретариату нужно быстро и точно подсчитать результаты и расставить участников по местам. Ну, не будем им мешать. Давайте пока послушаем тех, кто нырял. Они еще полны впечатлений. Многих не отпустил азарт борьбы. Думаю, будет интересно. Я погружаюсь и смотрю, что мимо меня, как я в поезде, коряги. Я начинаю против течки, хотя бы, чтобы, как, если ты заметишь куда-то под коряги, ты не сможешь подняться, удариться. Я против течения. Погружаюсь, берусь за коряги, у меня прям вот так вот водит. Ну, какая нахрен рыба. И получилось, что поворот и все течения на 10 метрах от берега. Все стало течением. Я пюрось, конечно. Здесь очень интересный и красивый нырять. По крайней мере, здесь есть места, куда хотелось бы посмотреть и посветить фонарем. Вот, где задержаться. Рыбу, я сразу скажу, которую я стрелил два, ну, крупных щуку. Я знал, что там будет рыба. Вот 100% был уверен, что будет рыба. К сожалению, не только приятные впечатления остались у охотников после ныряния в реке Волга. Вот наш улов на сегодня. То есть, конечно, планировали совсем не то, что нашли, да, не то, что хотели. Ну, скажем так, тоже добыча. Я думаю, полезной с точки зрения истории. Кто-то другой. Много таких хватает? Да, хватает. Первая задача этой снасти – это лов осетровых. Да, белуга осетр. Белуга осетр. Есть маленькие крючки. Говорят, что на стерли тоже ставят. Вот такие вот страшные находки, можно сказать, страшные трофеи. Изготовлены и сделаны на совесть. Ну, хватит о грустном. Результаты подсчитаны. Пора на торжественную и волнующую процедуру награждения. Уже приготовлены призы, кубки и медали, подписаны грамоты. Все готовы к празднику, готовы порадоваться за себя и товарищей. Начинаем. Вначале, конечно, приветствие от организаторов и других официальных лиц, а затем и раздача наград. Первыми призы получают спортсмены, добывшие самых крупных рыб. Это Сидорин Александр. Его окунь потянул на целый килограмм. Татаров Андрей добыл судака на 2 килограмма 400 грамм, а также он добыл самую крупную щуку на 2 900. Самый крупный налим весом 2 килограмма 400 грамм у Грачева Михаила, а самый крупный карась на 1,6 кг попался Кузнецову Александру. Ну и приз за самого крупного леща весом 1 килограмм 800 грамм вручается Роману Новосельцеву. Первое место в личном зачете с результатом 11 килограммов 500 граммов добытой рыбы завоевал Мухтаров Рустам, а в командном перестве результаты распределились следующим образом. Третье место у команды Океан из города Волгограда. Их совместный улов потянул на 6 килограммов 950 грамм. Второе место с результатом 9 килограммов 900 грамм завоевала команда Марлин из города Волжский. А первое место с большим отрывом выиграла команда 3А, также из Волжского. Их результат 22 килограмма 300 граммов добытой зачетной рыбы. Ну вот и все. Награды, можно сказать, нашли своих героев. Конечно, в основном они достались местным спортсменам. Но это и понятно. Другие команды еще плохо знакомы со спецификой охоты в этих местах. Однако проигравших, как говорится, нет. Все очень довольны и организацией соревнований, и интересными условиями охоты. Кто-то приобрел новый ценный опыт, кто-то новых хороших друзей. Навсегда остались замечательные воспоминания. Надеемся увидеться через год.